Шесть соток под водой. В микрорайоне Самстрой затопило земельный участок. Причины коммунальной аварии пытаются выяснить уже почти неделю. Тем временем вода подбирается к жилому дому. Масштабы бедствия оценила наша съемочная группа. Не иначе, как стихийное бедствие. Железную дверь сковала льдом. Во дворе настоящий потоп. Выйти на улицу без галош Маргарита Яцевич не рискует. Ноги можно промочить. И вода быстро прибывает. Ее уровень женщина отслеживает каждый день по замерзшей ледяной корочке. Еще вчера она была у начала дома. За сутки продвинулась почти на полметра. Уже пострадали вещи в гараже и частично огород. Больше недели Маргарита Васильевна наблюдает, как вода разрушает ее имущество. Я уже плачу. Никто не хочет мне тепло сеть. На водоканал никто не хочет помочь. Вот проработала всю жизнь. И вот тебе на никто, никому не нужно. Придут еще и на меня ворчат, как будто я виновата. Слезы на глазах у Маргариты Яцевич наворачиваются от того, что долгое время она не может добиться, чтобы коммунальную аварию устранили. По ее словам, коммунальщики и энергетики кивают друг на друга. Между тем, еще чуть-чуть и вода окажется в подвале. Тогда дом может серьезно пострадать. Пол портится ведь. Вода-то, когда там она находится, пол-то вот портится вот этот, он гниет. Это же деревянный пол-то тут все деревянное. Источник этой коммунальной аварии, судя по ручейку, находится несколькими домами выше. Здесь расположена бойлерная СТК. Местные жители рассказывают, регулярно на этом участке происходят порывы и по улицам бегут реки. Повезло, что на этот раз серьезно пострадал только один участок. Иногда вообще тут заливают, тут каток вообще не проехать и пройти. Так и живем. Как нам удалось выяснить, ответственные за устранение этого потопа все же специалисты СТК. Именно их техника сегодня утром приехала на место. По нашей информации, ремонтная бригада перекрыла трубопровод. Сейчас они уехали в город за дополнительным оборудованием. Закончить работу обещают в короткие сроки. Юлия Томилина, Денис Хромцов. Новости. Первуральск. Юлия Томилина. Юлия Томилина. Продолжение следует...